ЗВОНОК В ДВЕРЬ Правильной школьной мебели. За какой партой удобнее писать тонким перышком в тетрадь, знает производитель из Сибири. Отправимся в цех компании, которая первой в России начала производство умных парт и стульчиков. Одним нажатием на кнопку парта регулируется по высоте с 1 по 11 класс. Убедимся, учение свет именно за удобной партой. Каждая из школ сегодня Тиминской области, она нуждается в переоснащении. И узнаем, как сделать школьные годы не только чудесными, но и безопасными для здоровья. По рекомендации врачей, для написания конспектов нужен угол. Это профилактика близорукости. О новом классном производстве нашего региона смотрите прямо сейчас. Школьная парта должна подстраиваться под ученика, а не он под нее. В этом убеждены производители из Алтая. Компания «Ламифор» уже более 10 лет получает отлично за создание школьной мебели. В 2016-м идея дошла и до Тюменской области. В декабре филиал алтайской компании начал работу в Елуторовске. Теперь в планах сделать переоснащение в школах региона. Нам эта идея пришла, когда мы комплектовали нашу гимназию номер 16 силами нашей ассоциации и поняли, что ассортиментной линейки не хватает данного продукта. Каждая из школ сегодня Тюменской области, она нуждается в переоснащении. Что мебель, которая используется в школах, она, конечно, мебель вчерашнего дня. Если раньше всех по 11 дна ставили, сегодня каждый ребенок, он не дуален. Сейчас дети занимаются в школах уже и хотят заниматься на мебели, которая оснащена газлифтами. Регулируемая столешница, удобная для пеналов, удобная для сумок, комфортная для сиденья, чтобы у него и спинка не уставала, чтобы ему удобно было локоток положить, чтобы он мог наклонить под свою траекторию или под свою эргономику тела. Производство современной мебели для школьников пустило корни в этом цехе. Его размер 36 на 12,5 метров. В будущем здесь запланировано построить второй этаж, где будет проходить сборка мебели. Жизнь в этом цехе только зарождается. И нам посчастливилось в числе первых увидеть это производство. Сейчас с работой в цехе справляются 10 человек. За инженерные решения отвечают специалисты из Алтая. А воплощением идей в жизнь занимаются рабочие из Елутровска. К концу весны штат планируют увеличить в три раза – до 30 человек. Как вам пришла в голову идея обосноваться здесь, на нашей земле? Первоначально продукция, которую мы разработали, она инновационная, школьная. И была разработана в Алтайском крае. Мы начали участвовать в выставках по разным регионам. И на одной из выставок, которая была в Екатеринбурге, нас заметила администрация Тиминской области. Нам предложили заехать именно в город Ялутровск. Здесь очень хороший инвестиционный климат. И здесь в том числе есть компания «Интеди», где мы арендовали площадь и вместе с кооперацией устроили. То есть наша часть, мы профильно изготавливаем металлоконструкции, а удокомплектовываем уже деревянными элементами уже компании «Интеди». То есть вы делитесь с ними металлическими элементами, а они с вами деревянными. Такое взаимовыгодное сотрудничество. Выгодные связи компания успела наладить и со школами. Парты нового поколения уже установили в учебных заведениях Заводуковска и Тюмени. Когда родилась идея создания именно такой мебели? Где-то лет пять назад мы вышли на госзаказы, начали поставлять мебель школьную. И поняли, что та мебель, которая стоит, она просто неудобна. Она соответствует всем стандартам, гостам, санпинам, но по факту она крайне неудобна. Исходя из этого, мы начали разработку уже нашей парты. Взяли за основу иностранные образцы и начали придумывать что-то аналогичное. Покажите нам ту мебель, которую вы привезли нам сюда в Тюмень, мебель, за которой будут учиться наши школьники. Хорошо. Разница видна сразу, но давайте поподробнее. Первое, что в этой парте есть, функционал, это изменение угла наклона столешницы. По рекомендации врачей, для написания конспектов нужен угол, чтобы глаз падал, то есть под прямым углом. Это профилактика близорукости. То есть правильное положение стола для школьника, это все-таки с наклоном? Да. А не так, к чему привыкли мы с вами все? Самое основное, пожалуй, отличие – это регулировка. Полуавтоматическая регулировка. Одним нажатием на кнопку парта регулируется по высоте с 1 по 11 класс. Стул также разработан при помощи газлифта, то есть у него встроены. Регулировка идет таким же образом, как и любой офисный стул. То есть нажав на рычаг, который находится под сидушкой, стул можно регулировать на высоту. Осталось посмотреть, как вы их здесь выполняете, с чего начинается работа. Начинается работа с отрезания трубы в размер. Сейчас посмотрим, как это происходит. Чтобы создать основу мебели, металлическую трубу привозят из Волгограда и Екатеринбурга. Первым делом ее разрезают на заготовки нужного размера. Затем срез обрабатывают, чтобы он стал гладким. После выполняют на заготовке необходимые отверстия. Полученные детали при необходимости сгибают и отправляют на сборку. Теперь металлическая основа готова к покраске. Со дня на день в цехе начнет работу камера для покраски. Здесь на металлические детали мебели будет наноситься специальная порошковая краска. А затем заготовки передвигают в соседнюю камеру. Температура внутри этой камеры достигает 200 градусов. В таких условиях порошок всего за 15-20 минут превращается в прочное полимерное покрытие. Палитра может быть абсолютно любой. Популярные цвета в школах Тюмени – бирюзовый и коричневый. Но психологи предлагают присмотреться еще и к желтому цвету. Он создает идеальную атмосферу для обучения. Желтый помогает ребенку концентрировать внимание, сохранять усидчивость и улучшает память. Зеленый цвет тоже хорош для школьного класса. Он успокаивает учеников и повышает их внимание. А вот от голубого цвета стоит отказаться. Он способствует расслаблению и может рассеивать внимание. Синий тоже не годится для школы. Он подавляет настроение, расслабляет и мешает сосредоточиться. Для этого комплекта мебели выбрали коричневый цвет. Он обещает помогать ученикам принимать решения. Но это чуть позже. Сначала необходимо собрать отдельные детали воедино. Начинаем мы с установки вкладыша. Вкладыш необходим для мягкого скольжения. После установки вкладыша мы вставляем газлифт. Газлифт – это главный элемент конструкции. Его заказывают из-за границы специально для сборки этой мебели. Ну вот и все, газлифт у нас установлен. При помощи его происходит регулировка подъема стула. Далее забиваем заглушки на ноги, чтобы у нас не портилось покрытие пола. Считанные минуты и нижняя часть стула готова. Осталось собрать верхнюю. Теперь у нас осталось приклепать фанеру. То есть начнем со спинки стула. Приклепываем мы заклепками. Точно так же приклепываем сидушку. Ну и все, стул собран, готов к использованию. Сколько столов вы собираетесь производить на своем цепи? Мы планируем выйти на мощность тысячи комплектов. То есть тысяча столов и две тысячи стульчиков в месяц. Тысяча столов – это хватит на одну школу примерно, да? Примерно, да, на одну школу этого. А когда вы закроете необходимость, закроете потребность всех школ Тюмени? Что будет делать дальше? Школ в Тюмени очень много. Мы примерно смотрели, что 10 лет мы гарантии на наши парты даем. К тому момент, когда мы все поставим, уже… Можно по второму кругу начинать. Да, по второму кругу. Но больше 10 лет никакая парта уже не выдержит. Эти парты настолько умные, что позволяют еще и экономить школам. Аналоги регулируемой мебели есть только за рубежом. Но их цена в три раза дороже. Стоимость подобной парты немецкого производства – около 30 тысяч рублей. Наш аналог обходится в три раза дешевле – за 8 900 рублей. Таким образом, чтобы укомплектовать класс с помощью импортной мебели, необходимо 400 тысяч рублей. За эти деньги наш производитель обустроит три класса. Еще и сдача останется. Хорошо, вы сказали, что среди российских производителей подобного предложения нет. Вы осознаете, что получается ведь за вами будущее? Да, конечно, осознаем. Но другие производители тоже, я думаю, за нами потянутся. А тогда и начнется гонка. Не боитесь вот тех производителей, которые будут дышать вам сейчас в спину? Нет. В нашей парте очень много инновационных решений. И, соответственно, чтобы подобную парту сделать, нужно много времени. То есть это не получится просто взять и собрать ее. Это нужно долгое время испытаний. То есть наши парты простояли уже больше двух лет, они уже зарекомендовали себя. Если кто-то попробует сделать аналог, то ему как минимум нужно будет ее проверить. Плюс некоторые детали, которые производятся, это по индивидуальному заказу. Это и труба такого размера не производит, овальная труба. Это и газлифт, который делается по спецзаказу. То есть если кто-то захочет с нами потягаться, ему придется постараться. Усовершенствование мебели еще продолжается. В ближайших планах создавать сидушки для стульчиков не только из дерева, но и из пластика. Ведь он не оставляет зацепок на одежде и удобен в уборке. А так хочется с детства давать детям самое лучшее. Редактор субтитров А.Семкин